Всех приветствую! Сегодня я хочу посмотреть расклад на тему, которую предложила Галина. Галине огромная благодарность на этой неделе. Мы посмотрим еще ее расклады, да, как на этом канале, так и на следующем. Вы тоже можете оставлять свои идеи к раскладам, но хочу попросить вас вот о чем. Когда вы предлагаете какие-то расклады, имейте в виду, что это должно, поскольку это общая расклада, это должно быть интересно и другим людям. То есть если мы предлагаем какую-нибудь идею, которая конкретно для нас актуальна, например, переехать или нет, да, тема может быть интересная. Но если учесть, что, допустим, условно говоря, на канале 7, 8, 9 тысяч, ну, скольким людям будет интересен переезд, даже если это 500 человек. То есть если это что-то про нас конкретно, нам это интересно, а если это вот какие-то конкретные темы, то тогда лучше подождать, когда я буду делать блиц на свободную тему и прийти уже и посмотреть этот конкретный вопрос. Потому что все-таки общие темы я выбираю такие, чтобы они были интересны большинству количества людей, чтобы были просмотры, потому что для меня важны просмотры. Да, я за ними не гонюсь, но если я изначально знаю, что я сделаю какую-то тему, ну, там, например, детско-родительскую, ну, не всем интересны эти темы, да, то есть нам интересно больше про нас любимых, про нас родных. Вот, ну, если мы говорим в контексте развития на моем канале, да, ну, личная жизнь, конечно же, это уже для других каналов. Просто учитывайте немножко, да, когда вы выбираете и позицию других людей. Ну, вот, про это хотела сказать. Вот, а мы посмотрим, да, ощущение пустоты, предложила нам Галина посмотреть. Почему? Ну, у многих сейчас, вообще, в период, в который мы живем, с одной стороны, он такой, знаете, чудесное время, потому что то, что, с чем сталкиваемся мы, мне кажется, вот, я не знаю, насколько мне понятна история, опять же, такие истории пишут, переписывают, и понять и разобраться, где есть истина, где есть иллюзия, очень сложно. Но в известной нам истории, мне кажется, вот такого сумасшествия, которое проживаем мы сейчас, вот, когда люди, ну, реально становятся неадекватными. И, знаете, самый интересный такой момент, что ты себя считаешь адекватным, но когда ты смотришь, что вот это большинство сходит с ума, ты начинаешь задумываться, а может быть со мной что-то не так, да, ну, не мог же быть такое количество людей, которые сходят все с ума. Ну, вот, ну, ну, просто это нереально, да, потому что люди действительно теряют свой человеческий какой-то образ, вот, и возникает такое ощущение, что за сюрреализм, где я вообще живу? Ну, это я про обстановку в мире, которая происходит. Поэтому очень часто у людей есть такое, знаете, когда есть непонимание того, что происходит, да, мозг немножечко шокирован такой, и он замирает. И вот это вот ощущение пустоты, что меня уже ничего не наполняет, потому что такое чувство у нас идет по аркану смерти. Когда старое уже не наполняет, а в новое я еще войти не могу, потому что, ну, я еще не знаю, что это за новое. И вот это вот, знаете, некое такое, одной ногой я вроде бы в будущем, но другой я еще в прошлом. И вот такое замирание, что мне как будто бы не хватает какого-то толчка, чтобы я оттолкнулся от прошлого, да, вот задней ногой, и двинулся вперед. И вот это вот зависание, и не там, и не тут. Некая такая пустота. Вот это мы с вами сегодня посмотрим, ощущение пустоты. Это не значит, что человек один. Он может быть и в семье, он может быть, там, я не знаю, в паре. И его могут окружать куча людей, он может быть окружен любовью, заботой. Это не имеет никакого отношения. Это чисто субъективное восприятие себя, реальности, в которой мы проживаем. Вот это вот ощущение пустоты, почему оно, да, мы это посмотрим. И посмотрим, как и с кем вместе можно пройти вот эту вот пустыню. Вообще, прекрасная такая идея, Галина, мне понравилась. Поэтому для этого я беру колоду второго сумасшедшего дома, да. Мы все сумасшедшие. Вот, и она очень хорошо показывает психологический аспект. Вот, посмотрим. Ощущение пустоты, почему? Так, позиции вы видите перед собой, все необходимые ссылки и контакты, все, что вам необходимо знать, есть под этим роликом в описании. Нажимайте на ссылочку «Мои услуги», там вся необходимая информация. И под этим роликом есть ссылка на мой второй канал на YouTube, где я делаю короткие расклады на одну позицию, на психологические темы. Кто не подписан, переходите, подписывайтесь. Вот, буду рада вас видеть. Ну и, конечно же, есть телеграм-канал, он тоже обозначен по ссылке «Мои услуги». Все, самое основное сказала, не сказала, конечно же, про личные консультации, да, тоже можете приходить на личные консультации и на Блице по выходным. А мы давайте сразу приступим, после таких организационных, да, моментов информации, приступим к раскладу. Так, мы отодвигаем эти позиции и смотрим. Позиция номер один. Вот сюда поставим камешек. Ощущение пустоты. Почему, да, для тех, кто ее действительно ощущает. Вот, знаете, я сначала не отниму, почему я посмотрю, а что вы ощущаете? Вот мне важно понять вашу пустоту, а что вы ощущаете? Девятка кубков. Ну, смотрите, здесь какая интересная девятка кубков, да. Значит, сидит человек, во-первых, он босой, да, то есть обувь – это и ноги. Это наше движение вперед, да. Оно все время нам показывает, есть ли у нас какие-то ресурсы. То есть навыки, способности, возможности двигаться дальше. Мы видим здесь, во-первых, человека, который сидит. Значит, нам уже здесь показан тот момент, что никакого движения нет. Дальше, обуви нет, да, то есть нету каких-то, я не знаю, навыков, умений, возможностей, да, на данный момент. То есть человек чувствует себя обезоруженным вот именно в контексте ресурсов и возможностей. Плюс, скорее всего, он сидит, скрестив ногу на ногу. То есть здесь он левую ногу бессознательную поставил на правую, на логическую. То есть в данном случае человеком управляет на его бессознательная сторона. То есть он не осознает своих действий, не осознает своих поступков. И поскольку это левая сторона, у человека нету вот именно, так сказать, воли, да, она подавлена. Воля, желание двигаться куда-то, оно подавлено. Сейчас есть некая пассивность, и здесь это указано. Далее, есть яблоки, да. Яблоки как символ тоже, да, удовольствия, наслаждения, но и одновременно вспоминаем райский сад. То есть момент искушения, желания, да, оно есть. То есть здесь есть, да, впереди есть некое такое искушение, возможности, вот, перед человеком. Ему можно встать, пойти и взять. То есть впереди есть некие такие возможности, и у него под рукой есть возможности. Причем под правой рукой активный. То есть он тоже может совершить какие-то действия, да, и взять это. Но самое главное, что есть у этого человека, который такой достаточно формально одет в пиджак, костюм, у него нету головы. И корона, она витает в воздухе, она здесь как будто бы дорисованная, потому что всегда корона у нас на голове, а здесь этой короны нету. И получается так, что главного органа, который ответственен за мышление, за всем этим управлением нету. То есть человек сейчас полностью находится в ситуации неуправляемой. И то, что я говорила в начале, что мир сошел с ума. А вот здесь вот как будто бы эта девятка кубков очень хорошо описывает, что действительно нету головы. Я вообще не понимаю, о чем думать. Я ничего не буду делать, потому что у меня вот этой думалки нету. И поэтому я принимаю такую пассивную позицию. То есть я не беру ни те возможности, которые у меня под рукой, ни те возможности, которые у меня дальше. Я вообще ничего не делаю. Я нахожусь в некой такой пассивности. Очень напоминает, знаете, как этот черепаха. Черепаха, когда ее пугаешь, она голову в себя втягивает, такая испуганная. Это вот свой панцирь, да, и она типа защищена. Еще и лапки свои подтягивает. И я в своем домике, меня никто не видит, да, и все хорошо, и я в безопасности. Вот здесь вот такая ситуация. Что вы сейчас ощущаете? Вы ощущаете некую такую замкнутую, закрытость, когда вы находитесь в каком-то своем пространстве безопасном для вас. И вообще вот этот вот внешний мир и все, что вы мне тут предлагаете, мне это по барабану, мне это не нужно. Я сейчас вот нехорошо, вот так вот, как я есть, и я ничего не хочу делать, брать на себя какое-то ответственное, я вообще думать не хочу. Мне ничего не важно, да, мне важна только моя персона, да, и я нахожусь вот в каком-то таком ограничении для себя, в какой-то комфортной зоне. Это ваши ощущения сейчас, еще какие. Королева мечей, королева мечей, но при этом, да, мы видим, что вы как будто бы реально смотрите на мир. Вот в королеве мечей здесь изображена Мата Хари, кто знает о ней хорошо, прекрасно. Помимо того, что она была, да, знает ее как, боже мой, как танцовщица, она еще и была разведчиком, работала на, по-моему, на три даже страны, не на две, а на три. И в последний момент, когда ее приговор приводили в исполнение, да, то есть смертная казнь через расстрел, вот, она даже не стала одевать повестку на глаза, а вот прям так смотрела, как говорится, встретила смерть с открытыми глазами, да, то есть с достоинством. И почему я на это обращаю внимание? Потому что вот вы сейчас как раз-таки, да, отвечая на вопрос, что вы ощущаете сейчас? Вот здесь вот такое вот как раз-таки ощущение того, что, да, вы закрываетесь, но при этом вы смотрите на мир открытыми глазами, то есть у вас есть четкое понимание того, что происходит сейчас в этом мире. То есть вы не идеализируете его, не придумываете, да, вы здраво смотрите на ту реальность, которая происходит, но она вас не устраивает, и поэтому вы закрываетесь. Отсюда сразу, да, я могу сказать, что в этом-то и есть причина. Хочу дверь закрыть, секундочку, секундочку, пожалуйста. В этом и есть, кстати, причина, почему, ну, забегая наперед, да, вы ощущаете внутреннюю пустоту, потому что то, что происходит во внешнем мире, вас не удовлетворяет. Как вы относитесь к тому, что вот происходит во внешнем мире? Видите, двойка пендаклей. Как вы относитесь? Двойственно, двойственно. С одной стороны, вы хотите как-то, ну, объективно относиться ко всему, да, то есть вот эта вот светлая дверь, да, вы понимаете, что желательно как-то вообще не вовлекаться во всю эту, как сказать, во всю эту пьесу, да, которая проигрывается в театре. Не логичности и рациональности, а с другой стороны, все равно есть какая-то вот темная сторона, которая вас туда манит, то есть вы хотите это понять, вы хотите как-то разобраться в этом, либо вы вынуждены как-то взаимодействовать с тем, что происходит во внешнем мире. Но при этом вот присутствует какая-то такая дуальность, то есть вы не можете как-то объективно для себя оценить обстановку и выбрать модель поведения. То есть с одной стороны, да, я вижу какая есть реальность, с другой стороны, я как-то закрываюсь, но когда опять-таки закрываюсь, я понимаю, что это тоже не вариант, да, мне все равно надо как-то взаимодействовать. А как взаимодействовать с тем, что, ну, вообще неприемлемый и непонятный. Вот отсюда вот это вот метание, такое непонимание, да, что, что мне делать, как мне быть. Человек такой растерянный здесь. Почему? Давайте теперь посмотрим, почему у вас ощущение пустоты, либо того состояния, которое вы здесь ощущаете. Ну, самая такая жесткая карта пятерка мечей. Почему? Потому что вы неудовлетворены, да. Пятерка мечей, аркан самобичевания, да. Чем вы неудовлетворены? Видите, сумасшедший смотрит свое отражение в зеркале. И поскольку он сумасшедший, он не может принять, что вот это вот отражение, это и есть он сам. То, что он видит, ему это не нравится. И он начинает, ну, то есть, бьет по зеркалу. И помимо того, что в его как-то вот мыслях, да, разрушить вот то, что я вижу, мне не нравится. Я хочу, гнев, да, им управляет. Я хочу это разрушить. Он бьет в зеркало и сам себе причиняет какую-то боль. Потому что, да, здесь чисто метафорически то, что ты видишь вовне, это есть в тебе. Поэтому ты это видишь. То есть, ты видишь свое отражение вот этого идола в зеркале. И когда ты его разрушаешь, когда ты разрушаешь внешний мир, ты, по сути, сам себя наказываешь. Ты сам себе причиняешь боль, потому что это ты. То, что ты видишь, это ты. И поэтому здесь, возвращаясь к тому, что почему вы чувствуете пустоту на данном моменте, да, потому что вы чувствуете эту пустоту внутри себя. Внешний мир вам отражает вот то, что вы видите, вот это вот сумасшедшее, сумасшествие, непонимание происходящего. И что выбрать, да, то есть какая-то вот дыра внутри вас образовалась. И вам вот здесь от этого как-то больно, больно. Вы сами себе причиняете боль. То есть помимо того, что внутри вас эта пустота, так вы еще и страдаете от этой пустоты. То есть что это за пустота, мне просто интересно. Семерка мечей. Ну смотрите, прям все карты говорят то, что я сказала вступлении, да. Что это за пустота, что это за пустота. Какой-то обман, да, какой-то обман. Здесь, значит, играют у нас два сумасшедших, у нас играют в карты. И один другого, конечно же, выигрывает, да, то есть это некая такая борьба. И приходит третий человек, который не может поучаствовать вот в этой игре, не знаю, может быть он не умеет играть, может быть он не знает, может быть он не настолько умен. И что ему хочется? Это метафора, когда человек забирает чужую голову. Вот это вот, вот она. Забирает чужую голову. То есть это выражение, да, я хочу прочитать твои мысли, я хочу войти в твою голову. То есть я хочу быть, иногда мы говорим, я хочу быть как ты. Но как ты не получается. То есть я хочу думать так же, как и ты. Я хочу стать таким же, как и ты. И вот эта вот метафора, я хочу быть таким же, как и ты. Я забираю твою голову, да, то есть чтобы стать как ты. Как ты и ты. Как вот эти два человека. То есть некая такая хитрость, да, когда человек забирает какие-то, возможно, идеи. Могу предположить, что вот ощущение пустоты. Почему? Потому что как будто бы человек не может адаптироваться вот именно к той реальности, в которой он проживает сейчас на данном этапе, да. Он не может быть вот как, вот это вот вы, вы не можете быть вот как вот эти вот люди, да. И вы стараетесь, вы прикладываете к этому усилия, да, вы забираете их головы, но вы никогда не станете этими людьми. Вы никогда не станете похожими на них, вы никогда не сможете прожить их путь. Но вы понимаете, что они-то между собой играют, они-то адаптированы к этой реальности. А вы не можете, вы находитесь в этом, в этом состоянии. Это пустота, это непонимание, как жить в этом мире. Потому что мир, он как-то вот небезопасен. В нем много опасностей, в нем много того, что вы не понимаете. Заметьте, да, везде головы, головы, головы показаны. Здесь, кстати, в отражении тоже только голова, не все оставшееся тело. То есть непонимание. Королева мечей у нас тоже говорит про мыслительный процесс. То есть вы просто, ощущение пустоты связано с тем, что вы не понимаете мир, вы не понимаете, что сейчас происходит, вы не понимаете, как себя вести, как в этом мире жить. Вот отсюда у вас от недостатка информации, что значит непонимание. Недостаток информации. Вам не хватает информации, и от этого вы чувствуете вот некую такую отчужденность, да, пустоту. Пустоту внутри себя. Следующий вопрос. Как и с кем вместе пройти вот эту вот пустыню? Давайте посмотрим сначала с кем. С кем. Ну, девятка жезлов здесь не показывает с кем. Она показывает ваше состояние страха, видите? Ну, потому что небезопасно, поэтому здесь ощущение того, что вообще доверять никому нельзя. С кем? Вы всех отгоняете, да, вот это вот, как это, чучело, как маленькое проявление, да, микрокосмоса, вот этого большого макрокосмоса человека самого. Микрография называется по-гречески микрография. Она говорит о том, что человек отпугивает, да, с кем. Да ни с кем я не хочу, мне страшно. Почему страшно? Потому что я опять-таки, да, возвращаемся к тому, что я никому не доверяю. Я не чувствую уверенность, поэтому с кем? Да ни с кем я не хочу. С кем вместе вы хотите пройти эту пустоту? Ну, разве что только со своими детьми, да, Паши Кубков. Либо, Паши Кубков, здесь изображен Оскар Уайт. Бесконечная, чувствительная, романтичная фигура, да, желание которой было все время кому-то угодить, кому-то понравиться, да, скрывая свои сексуальные предпочтения, да, к однополым отношениям. Он старался заводить контакты и с противоположным полом, и со своим полом. И вот всем хотел как будто бы угодить, всем хотел понравиться, чтобы все приняли его вот эту вот ранимость, чувствительность, его творческую такую природу. Здесь получается, что с кем бы вы хотели быть? Ну, помимо детей, да, опять же-таки, смотрите, дуальность. Здесь вроде бы, да, мужчина, но при этом с сексуальным предпочтением к однополым, да, тоже к мужчинам. Непринятие, как это сказать? Даже не то, чтобы непринятие, а внешне мужчина, а внутренне, да, как будто бы вот опять же больше какой-то вот женской природы. Почему? Потому что это кубковость здесь, да, это не потому, что его сексуальное такое предпочтение, да, а потому что больше кубковости, больше инской энергии такой. И получается соединение инской и янской энергии, и здесь та же самая дуальность. И вот из-за того, что вы не понимаете, да, вот куда, что, как выбрать, и какую позицию, какую модель поведения для себя выбрать, как мне быть, как мне адаптироваться в этой жизни, здесь тоже, кстати, дуальность присутствует, с кем вам вместе хочется пройти эту пустыню? Именно с людьми, которые вот эту дуальность, да, ощущают так же, как вы, которые, возможно, так же, как и вы, не понимают, как им быть, да, то есть единомышленники в контексте именно тех людей, которые не то чтобы ощущают пустоту, а они не понимают, как им дальше двигаться. Это люди, которые хотят как-то адаптироваться, но при этом вот подстраиваются под других людей. Это те люди, с которым вам в первую очередь будет комфортно и безопасно, потому что это пожить, это еще не состоявшиеся личности, это люди, которые могут, знаете, как хамелеоны видоизменяться, подстраиваться под вас. Вам с ними безопасно. Вот это вот главное, что нужно знать, вам с ними безопасно. То есть они не будут вам причинять какого-то насилия, да, они не будут вас разочаровать, они будут создавать ситуацию психической какой-то боли. Почему? Потому что они сами чувствительные, ранимые, и они готовы подстраиваться под вас, и вам с ними будет комфортно. Вы боитесь, они подстраиваются. Вот здесь вот что-то, какое-то такое объединение присутствует. Плюс ко всему это люди творческие, это люди, может быть, искусства, это люди, не знаю, может быть, которые развиваются духовно, но это люди, которые делают акцент в большей степени на психическое состояние, да, своей души, нежели на логику. Такие более восприимчивые, что ли, люди эмпатичные, люди мягкие. То есть вам жестких людей здесь вообще не нужно, вы испугаетесь таких людей. Хорошо, как вам пройти эту пустыню? Как вам пройти Верховная Жрица? Вот даже очень такой интересный момент. Путь, кстати, в этой колоде, да, на Великих Арканах изображены пути, на Младших Арканах изображены печати, демонические печати, что соответствует Древу Смерти. То есть в этой колоде есть каббалистические знаки. Верховная Жрица, да, Великий Аркан, путь, который соединяет Тиферет, да, вот она средняя, и Кетер, этот путь ему соответствует. Это путь, на котором находится расположение Верховной Жрицы. В классике, если вы вспоминаете, да, у нас есть, значит, две колонны, вот одна колонна, вот она другая, и Верховная Жрица, она как раз-таки посередине сидит, на колонне равновесие, да. Вот, и здесь этот путь, он у нас как раз-таки, не знаю, вам видно или нет, давайте я поднесу, ну, чтобы вам видно было наглядно, так и лучше будет. Видите, да? Средний. Буква, которая соответствует этому пути, да, и Аркану Верховной Жрицы называется Гемель, и переводится как верблюд, начали мы с пустыни, да, то есть какая связка, к чему я хочу вас подвести, верблюд. Верблюд – это корабль пустыни, корабль души по пустыне. В данном случае у нас вопрос был, да, как мне пройти эту пустыню, пустыню, в которой я ощущаю внутреннюю вот эту вот пустоту. Верховная Жрица как раз-таки и является тем кораблем души, которой вы сможете пройти этот путь. Что она делает? Она преодолевает на своем пути именно бездну. Вот эту вот темную, вторую темную ночь души, которую преодолевается с помощью веры. То есть, что это за темная, вторая темная ночь души, когда душа проходит, находясь в полной темноте, без какого-либо света, да, без каких-либо органов восприятия, ей нужно двигаться вперед, ничего не слыша, потому что она глуха, ничего не видя, потому что она слепа, то есть вне каких-то форм непонимания, куда и что, и при этом есть вот это вот движение вперед. И наступают моменты, да, когда ее одолевают какие-то мысли, наступают моменты, когда одолевают эмоции, бросить все, сойти из пути. Она все равно продолжает двигаться вперед, да, к своей цели в вере. Она верит, что она дойдет, что вот этот поток, которому она доверяется и ее несет, он вынесет ее как раз-таки кетер, он вынесет к свету. Вот здесь у нас как раз-таки вот эта вот точечка, да, светняя, это и есть самая темная, это бездна, да, самая темная ночь души, когда душа падает именно вот в это состояние бездны, тьмы, непонимания. Сфера ДАТ у нас как раз-таки переводится, как понимание, когда человек не понимает, что с ним происходит, да, когда она открыта полностью, причем открыта именно темным состоянием своей души, да, открыта бесом. И здесь это очень страшно, но очень важно не проявить этот страх, потому что его проявляя, мы приумножаем вот эту вот тьму, которая есть внутри нас, и мы должны быть фокусированы только на светлом. Но где этот свет находится? Это очень напоминает зернышко, которое мы сеем в землю, и оно должно прорасти. И вот тот момент, когда она под землей поднимается, до тех пор, пока не выйдет к свету на поверхности, оно не понимает, куда она растет. Но с верой именно в свою природу, с верой вот в то, что есть внутри него, это божественная искра, она просто движется вперед. Это очень сложный путь на самом деле. Более подробно я рассказываю про это на курсе Древа Жизни, да, недавно, когда я делала акцию на этот курс, многие из вас приобрели, и вот когда дойдете до этого пути, там можете более глубже понять смысл и символику этого аркана. И пользуясь возможностью, когда я делала эфир, меня спросили, да, когда я говорила про курс Древа Жизни, что мне даст курс Древа Жизни. И мне было сложно ответить на этот вопрос по причине того, что этот курс, он просто дает очень много информации по поводу мироздания. И вот такие детали, которые описываются в Великих Арканах, их сложно как-то оценить. Я не могу сказать, и до сих пор не могу сказать, что может дать курс Древа Жизни, но я могу сказать, что дал мне расширение моего сознания. Как? Вот благодаря какой-то такой, знаете, иногда в каких-то моментах символике, где-то какие-то слова, где-то какие-то фразы, которые заставили меня думать по-другому, мыслить по-другому, смотреть на жизнь по-другому. И это дает расширение сознания. Как это передать другим людям, что даст курс Древа Жизни? Я не знаю. Его нужно прослушать, нужно понять эту глубину. И что даст каждому? Это индивидуальный какой-то момент. Что дает здесь? Как пройти путь пустоты по Верховной Жрице? В тишине. В тишине, в уединении с самим собой, в молчании, в том, чтобы прислушиваться, вот к вашему внутреннему, вот этому свету, того, куда он вас ведет. Здесь мы видим медсестру, причем у Верховной Жрицы, профессия, которая соответствует Верховной Жрице и Второму Великому Аркану, это как раз таки медицина. Одна из профессий, вспомогающая, потому что, с одной стороны, Верховная Жрица – это Божественная Мать. У нас есть земная императрица, есть Божественная. Это та, которая любит абсолютно всех людей, не разделяя. И поэтому, когда в медицине, когда оказываешь помощь, в принципе, оказываешь абсолютно всех. Ну, так должно быть, не знаю, как в реальности. Не всегда такое бывает, но когда даешь клятву Гиппократу, ты оказываешь помощь всем, кому эта помощь медицинская нужна, без каких-либо различий на возраст, на пол, на национальную, либо сексуальную какую-то принадлежность и так далее, и так далее. Поэтому здесь изображена медсестра. Вот, и она держит этот табель. Одна сторона ее проявленная, другая не проявленная. И ее голова сделана в виде, видите, какой-то книги. Вот, очень напоминает этот убор у монашек католических. Вот, головной убор у католических монашек. И здесь мы видим новый месяц. Ну, то есть очень много символики в этой колоде. Поскольку у нее все-таки уклон на каббалистические моменты. А помимо того, что она чисто классическая. Еще раз возвращаясь, как пройти? Через гармонию, через баланс, через веру, через чистоту своей души и через получение знаний, скрытых, сакральных знаний, которые дает верховная жрица. Вот такая у меня была первая позиция. Прежде чем мы пойдем, я просто вспомнился, знаете, улыбаюсь, пока собираю карты. Вспомнил один комментарий, кто-то мне написал о том, что после таких раскладов, Элене, психология, тихо отдыхай. Зачем мне как-то что-то в таком, дословно не помню, но смысл будет такой. Зачем мне психология, когда есть вот такие расклады? То есть мне психологи уже потом не нужны. То есть психология не поможет, потому что настолько глубокие расклады. Мне понравился этот комментарий. Сравнение с психологией, плюс к всему, моя любовь к психологии. Так, ладно, идем дальше. Позиция номер два. Красненький камешек, двоечки. Смотрим, что вы ощущаете, да? У нас вопрос ощущения, пустоты, почему? Смотрим вас, да? Что вы ощущаете конкретно? Ну вот, у спиндакли, да? Здесь какие-то... Рой каких-то мыслей. Интересно, рой по-русски или по-гречески? Короче, движение. Если это вдруг по-гречески... А-а-а, я просто вспомнила. Псих-одиночка. Сама говорю, сама думаю. Думаю. Ну это вот просто аркан такой. По-гречески будет руи. Руи это движение, а по-русски, значит, получается рой. Никогда не обращала на это внимание. В общем, движение. Здесь рождение каких-то идей. Видите, мы видим человека, да? Который одел на голову этот друшлаг, и из него вот как-то прорастают какие-то цветы, да? Под солнцем. То есть у человека здесь ту спиндакли. Творческая такая личность. Держит кисти. Идет какой-то такой процесс рождения разных идей, разных возможностей. То есть в голове что-то такое, но при этом, да, смотрите, здесь глаза закрыты. Человек не видит, как это можно реализовать в потенциальном мире. То есть это как потенциал. Возможно, это не значит, что так будет, да? Вот здесь об этом. Что вы ощущаете сейчас? Какие-то возможности. Но не факт, что они реализуются, да, что вы их сможете проявить. Еще что сейчас вы ощущаете? Аркан силы. Аркан силы, да? Аркан силы. Я просто не могу понять, у вас есть эта сила, либо вы в ней как будто бы нуждаетесь, либо, знаете, вот какое-то подчинение какой-то силе. У меня такое чувство, что здесь идет какое-то подчинение, вынужденность. Вынужденность делать то, что вам говорят. Да, и по тузу мечи, видите, вы чувствуете себя как-то, не знаю, на вторых ролях, да, как человек, который вынужден что-то сделать. То есть как будто бы не можете проявить сейчас вот этот потенциал. Вы его видите, но вы его не можете реализовать. Вы чувствуете себя каким-то, я не знаю, заложником ситуации. Вот здесь вот такое чувство, что вот по тузу мечей, да, что ты меня направил вот в этот розовый лес, и я укололся, да, об эти шипы, хотя это роза, это вот здесь изображено, да, это прекрасное такое красивое растение, но ты, знаете, какая-то претензия к небесам, но ты меня не предупредил, что тут будут шипы. Я пошел, да, я пошел туда, куда ты меня позвал. Вот куда ты мне указал, да, вот он говорит, вот куда ты мне указал, я пошел, и теперь я вот укололся об эти шипы, и вынужден как будто бы, я не знаю, лечиться, да, от этой боли. То есть я пошел по зову, вот по этому зову, да, на те возможности. Я поверил вот в эту красоту, вот она здесь, это изображено, я поверил на эту красоту, но я не получил обещанного. То есть я не получил вот этих лепестков и запах, и аромата этой розы, но я получил лишь ее шипы и листья. Такое что-то такое метафоричное здесь, об этом идет, какое-то такое ощущение. То есть я повелся, как будто бы на что-то, но я не получил то, что хотел, потому что как будто бы какую-то часть я игнорировал, говорит нам здесь сумасшедший, да, видел только прекрасное, а вот ту реальность, которая есть, я ее не увидела, она была болезненная. Вот здесь какие-то такие ощущения. Почему чувство пустоты, почему ощущение пустоты? Да, видите, семерка пендакли, потому что я поверил, я поверил в это прекрасное, я поверил вот в это денежное дерево, да, я его посадил, вот, дерево, деньги, денежное дерево, я его посадил, я за ним ухаживал, да, я делала все, что необходимо было, оно не взросло, нету вот этой иллюзии, нету этого прекрасного, нету этого денежного дерева, нету того, во что я вкладывался, я не получил того результата, который я хотел здесь у вас от этого ощущение пустоты до смерть все . конец все умерла все не так как не так как хотелось бы не так как хотелось бы видите здесь в аркане смерти значит аркан смерти стоит на пути который соединяет сферу не цех и теперь теперь это гармония красота не цех то есть здесь у нас идет соответствие солнца а здесь у нас не цеха и соответствие венеры то есть для того чтобы пройти вот этот вот путь от прекрасного да к гармонии красоте до должно произойти какое-то перерождение в сознании да то есть вот именно прекрасная то есть венера красота состояние души она должна вот идеализация некая такая она должна трансформироваться и она должна переродиться в сознание во что в тиферит гармония красоту к солнцу то есть для того чтобы получить вот эту вот свою целостную личность да в тиферит мы должны вот эту вот свою идеализацию веру во что-то чистое прекрасное мы должны трансформировать потому что в нем есть что-то такое не совсем прагматичное поэтому здесь идет аркан смерти для того чтобы родилось и воскресло что-то прекрасное вот здесь вот виде розы что-то старое должно отмереть листья осенью опадают на землю для того чтобы превратиться сгнить и превратиться в удобрение и вот этот вот процесс перерождение то есть гниение что-то старое должно сгнить для того чтобы возразиться возродиться вновь что-то прекрасное я как аркан смерти здесь несет эту дуальность которая говорит о том что не факт да что если что-то будет гнить она обязательно переродиться бывают такие моменты когда люди за своем вот этом вот гниение зависают и тогда происходит их разложение то есть они начинают разлагаться и они дальше не идут в продолжение то есть идет вот именно отмирание умирания они не не перерождаются они не воскресают в своем сознании и вообще то есть идет вот именно человек зависает какой-то свои деградации до в своем каком-то негативе если он умирает и разлагается и не происходит перемены которые необходимо здесь здесь ощущение пустоты связано с тем что вот то что я вкладывался я не получил этого результата я не дальше вот я не получила результата окей понятно что потом потом надо было переродиться потом надо было как-то изменить вот эту вот свою модель поведения но человек он ушел вот в свой вот этот негатив до свое разложение и застрял в нем немножко не произошло не произошли перемены не превратились листья в удобрение и дальше новое растение не взросло благодаря земле которая удобрилась понимаете здесь вот в этом тут где-то вы застряли поэтому у вас есть вот это вот чувство пустоты разочарование после чувства пустоты я в нем застряла почему вы в нем застряли вот теперь мы смотрим почему почему вот рыцарь пендакли я не буду сейчас объяснять главного героя этого аркана который здесь изображен как его димьян не помню фамилия самый богатый артист ну хоть артист контексте художник скульптор но вот в таком контексте не то что он играет где-то суть этого аркана заключается в том что самые бредовые такой знаете неоднозначная такая личность этого художника скульптора этого артиста творческой этой личности заключается в том что те бредовые идеи которые он реализует как творческая личность продаются за баснословные суммы но для хочется сказать знаете вот он находится на ранее на на грани гения и сумасшедшего и это в прямом смысле потому что вот то что вы видите на заднем плане как одно из его произведений искусств я не буду говорить не про акулу не про скелет а вот это это бабочки бесконечное количество бабочек которые поместили в комнату с какими-то химическими газами да то есть здесь получается как то вот с одной стороны вроде их заморозили да то есть они против и живые да с другой стороны они и не живые ну вот что то такое и вот это вот произведение искусств до воспринимать как произведение искусства продается вот за такие огромные суммы точно так же как это живая акула да и и поместили в особую жидкость но не суть то есть здесь вот на грани знаете все эти произведения искусств данного артиста они как раз таки называются до смерти жизнь то есть одной стороны не вроде бы заставляют человека задуматься на что и жизнь а что и смерти не случайно выпала на аркан смерти а с другой стороны вот если смотреть с точки зрения я знаю адекватности то есть придумать такую работу ну здесь либо действительно ты должен быть сумасшедший либо гений ну то есть здесь однозначно сказать нельзя потому что все по сути гений они сумасшедшие все сумасшедшие они в чем-то являются гениями да то есть вот этот грань здесь не совсем понятно в контексте нашего расклада почему потому что здесь главный герой изображены на этом аркане он поверил в него никто не верил долгое время он поверил в свои сумасбродные вот эти вот идеи которые мы приходили и он их реализовывал ему было наплевать кто-то купит или нет он это дело потому что он в это верил и рыцарь монет за суть аркана говорит о том чтобы рыцарь монет это земная часть воздуха уметь уметь вот эти вот воздушные мысли идеи которые приходят человеку их монетизировать монеты воздушная часть земли на то есть заземлить материализовать в те идеи кто их может материализовывать и кто может доводить до конца вот эту вот чутную такую идею только тот человек который в это верит и поэтому здесь аркан смерти говорит о том что почему вот этого пустотного не хватило веры вот то есть вот эта вот связь да хочется сказать такая тирада большая для того чтобы прийти к одному заключению но по-другому просто не получается потому что у всех этих арканов есть свои какая-то сути она сама по себе вроде бы кажется ну не 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 связанная не связанная между собой но если увидеть вот эту вот нить которая красная нить который проходит через все эти арканы дату ты приходишь к умозаключению их пониманию тому что что же связывает все эти арканы какой смысл смысл заключается в том что только когда есть вера вообще что и жизнь да когда есть вера мы ложимся спать смерть смерти аналогия сна мы каждый вечер и ложимся спать и при этом никто никогда не задумывается о том что проснусь ли я завтра или нет в полном доверии того что да мы проснемся потому что эта жизнь каждый вечер каждую ночь мы ложимся спать каждое утро мы просыпаемся для людей это вот само собой разумеющееся но это не так засыпая до засыпая это маленькая смерть мы убираем и рождаемся заново и вот только вот это вот вера да почему почему мы так доверяем что вот мы уснем и мы проснемся мы даже ее не осознаем но эта вера она присутствует здесь возможно не хватает проще говоря почему чувство пустоты не хватает веры не хватает веры в реализацию своих каких-то идей то есть вы рано отказываетесь рано бросаете либо знаете надо пробовать то есть что здесь димьян чтобы здесь вот товарищ сумасшедший надо все равно пробовать разные способы и если вы действительно верите вот свои вот эту вот идею то она обязательно реализуется надо пробовать разные способы много раз разные способы какой-то из них обязательно выстрелит а вы отказываетесь очень не то чтобы рано отказываетесь а почему человек отказывается потому что он перестает верить в общем здесь ключевой ключевая ценность это вера хорошо смотрим дальше с кем с кем вы можете пройти эту пустыню на с кем пустоты с кем вы можете пройти эту пустыню только сами собой девятка мечей на страхи сами собой от себя не убежишь как бы вы не натягивали не закрывали глаза до эту майку всегда есть старший брат который за вами наблюдают от себя не убежишь сами собой только вы можете вместе собой пройти эту пустыню страха чего вы тут боитесь а вы боитесь пойти в эту шестерку мечей на вы боитесь пойти в это новое ведь то что я говорил недостаток веры вы боитесь пойти хорошо с кем сами собой преодолевая свои какие-то страхи и двигаясь вперед к своей мечте не придавая ее да то есть с верой не придавая не продавайте себя не придавайте то во что вы верите каким образом вы сможете пройти эту пустыню аркан мира через перерождение видите женщина да здесь у нас изображена которая непонятно то ли она выходит из этого яйца которые вылупился то ли то или наоборот заходит да то есть одной ногой здесь не понятно да то есть завершение либо рождение но в любом случае таким образом опять же через движение вперед через завершение через завершение вот мы говорили про сон я просто сейчас посмотрела да аркан мира находится на путях который соединяет малькут это проявленный первый проявленный мир на материальный и сферу и 100 и 100 тонким план да так если можно сказать это сфера которая у нас ответственно и управляет луна это сфера которая у нас соответственно знаете вот за какие-то иллюзии астральный план да вот тонкий мир вот это вот все туда же у нас идут все всевозможные гадания астрология и так далее и так далее то есть вот это вот этот вот мир то есть первый путь преодолевания плотного плана до материального и переход на более тонкий то есть как когда вы вот причем здесь и и интересно да то есть почему-то я увидела восходящий путь хотя он может быть и не сходящий путь то есть и так и так может то это может уйти от тонкого плана и прийти в материальный что принципе мы здесь говорили здесь да то есть рождение каких-то идей и заземления мне почему-то показалось что более верно будет идти от нашего мира на более тонкий как посыл как некое такое воображение представления то есть возможно возможно как решение на что вам поможет очень часто визуализировать визуализировать того что вы хотите представлять ощущать то есть вот как-то не брать с тонкого плана идеи а вот ту идею который вы хотите реализовать ее представляет представляет представлять наполнять своей энергией очень часто примут каких-то деталей с ощущением того что я уже это проживаю сейчас моменте здесь сейчас состояние благодарности в состоянии наслаждения того что я проживаю то что я хочу жить на то и не там где-то вот именно сейчас то есть здесь какая-то связка должна быть вот между тонким планом и более плотным планом материальным еще каким образом вы сможете пройти эту пустоту король кубков еще один интересный персонаж который поверил в происхождение таро от египта да и отрисовал свою колоду объяснил тоже смотрите здесь ну то есть не вдаваясь в подробности да все персонажи они какие-то чумные они какие-то чумочечные в контексте того что они все абсолютно верили в свои идеи да в какие-то свои бредовые идеи то есть здесь и и причем знаете мало того что они верили они еще других убедили почему потому что их вера она была настолько велика они настолько могли как-то я не знаю физическом мире доказать свою гипотезу да вот подтвердить ее как-то в деле что весь мир поверил в их гипотезы в их какие-то идеи в их творения вот здесь в общем да чтобы подытожить эту позицию и сказать каким образом вы сможете пройти вот эту вот свою пустоту ощущение вот этой пустоты сферы сферы в то что вы поступаете правильно верно что вы идете своим путем чтобы делаете то что вам кажется правильным и верным здесь важно верить да прям вот очень важно верить в себя и двигаться в этом направлении делать так как вы считаете правильно причем знаете здесь какая мысль у меня сейчас пришла очень интересное что кто-то может сказать что а как же тогда например мнение других людей да и вот как же истина вот в том-то фишкой заключается в этом мире разнообразие что сколько людей до столько могу может быть и каких-то идеи представления об этом мире да вот это и есть многогранность мира если какая-то одна идея похожа прям вот идентич на сто процентов на какой-то другой смысл тогда существование двух идентичных моментов то есть все равно какое-то различие будет потому что только так создается многообразие многогранность этого мира и уникальность каждого человека краски вот в то что он верит пускай это будет что-то такое чумачечное и рациональное неважно но вот в этом и есть ваша уникальность а иначе вы бы были похожи на 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 других людей да и тогда ну смысл существования вас вот вы просто были бы клон то есть для чего нужны клоны да они не нужны невозможно все равно клонировать потому что душа она сама по себе уникальна до схожесть есть никто их не исключал да потому что они все состоят души из божественного какого-то начала дабы божественной искры но они все равно уникальны и поэтому они каждый находится в своей плоти посмотрите ни один человек визуально не похож в чем-то схожести могут быть да ну вот прям вот идентичная нет у каждого человека свой отпечаток пальца свой отпечаток глазницы это сколько людей должно быть чтобы у каждого было что-то свое уникальности не не повторимость поэтому здесь очень важно вам все время думать о том это не эгоистичность а это именно уникальность неповторимость и вот в этом важно чтобы вы вот эту уникальность несли чтобы ее не у не не утратили чтобы вы были с собой вот здесь об этом речь идет чтобы вы верили в это и тогда у вас не будет чувство пустоты потому что вы как будто бы здесь и на других не похожи и вы это знаете и себя с другой стороны вы не знаете вот вам нужно найти вот эту вот свою уникальность понять в чем вы уникальны и вы знаете но почему-то вы от своей какой-то уникальности отказываетесь вы боитесь вы боитесь вы боитесь принять себя вот здесь такая интересная позиция получилась вот пишите потом в комментариях что он там это звалось а мы будем переходить позиции номер два кому кстати интересно данная колода у меня напоминаю в плейлисте есть обзоры колод и вот я про эти колоды да но все которые колоды у меня есть да я про них уговорила то есть можете зайти и посмотреть я на главную страницу моего канала переходите заходите в раздел плейлистов и есть отдельный плейлист который называется обзоры колод и посмотрите более подробно говорю если вас заинтересовал так позиция номер три зеленый камешек троечки смотрим вас до сначала что вы чувствуете сейчас семерка кубков если бы вы знали что вы чувствуете на что-то мой глаз сразу упала вот на эти стаканчики знаете 6 вместе один в рознь и они вместе как будто бы создают фигуру треугольника какого-то такого когда человек как-то не может определиться нам не может определиться что что он хочет что он хочет прожить что он хочет получить что ему нужно и отсюда да у вас наверное это ощущение пустоты хорошо что еще вы проживаете то есть не понимание на что еще вы проживаете найти какая-то какое-то умиротворение какое-то такое спокойствие однообразие не как-то такое чувство что не то чтобы день сурка а вы как будто бы находитесь под какой-то пеленой и как роботы да вот здесь какая-то какой-то роботы роботизирование происходит до какой-то вот оба однообразие ваших действий переливания и вот этого знаете какое-то вот умиротворение замедление такие плавные гибкие действия я вообще ничего не хочу я не понимаю какое-то такое состояние как некий такой морок что ли вы не совсем понимаете ну-ка еще какое у вас здесь ощущение до десятка монет десятка монет как будто вы знаете что-то закончилось но вы до конца не приняли решение стоит десятка монет да здесь изображен глобус как отсылка к аркану мира как завершение завершение и мы видим что и кровать до в доме сумасшедших то есть человек возможно умер почему мы это понимаем потому что ну здесь изображена кошка обычно мы говорим да у кошки семь жизней вот одна жизнь ушла как мы понимаем лестница в небо да и сумасшедший поднимается наверх то есть здесь как будто бы идет состояние вот этого вот переходы на что-то какое-то наследие было оставлено и человек здесь должен выбрать либо я беру это наследие и дальше развиваю либо отказываюсь от него то есть либо я что-то получаю финансовом каком-то аспекте да либо то что мне передают может быть там не знаю способности может быть какой-нибудь недвижимость неважно то есть что-то здесь дают человеку и от него зависит он это примет или нет пойдет ли он дальше или нет то есть вот какое-то такое состояние когда вроде бы что-то завершается и что-то одновременно начинается идет какой-то переход и вы вроде бы и можете это принять вот этот выбор и не принимаете как-то медлите что-то ждете непонятно и здесь такое какое-то вот состояние сказать что все зависло и ничего не развивается нет есть движение но она какое-то знаете вот я как будто бы через какое-то желе вот такой-то какой-то пудинг вот я пробираюсь через огромный пудинг и все вокруг меня вот такое вот непонятной такой консистенции желеобразной и вот мне надо как-то пробраться через этой и меня это вот какая-то такая масса неоднородная на меня останавливает какое-то такое непонятное здесь ощущение как какой-то холодец и вы сквозь этого холодца пробираетесь что-то там такое холодное непонятное не знают что-то у вас такое как в голове происходит я просто знаете прислушиваюсь сейчас к своим ощущениям чтобы понять пустота ли это но я не чувствую что здесь пустота здесь скорее всего ощущение какой-то неизвестности из даже не зависания вот как как это вот как в болоте да вот что-то затягивает вот что-то такое при этом вы как будто вы движетесь движетесь медленно плавно но все равно вас что-то медленно затягивает затягивает вот какой-то такое вязкая тягучая что-то такое здесь какое-то такое ощущение здесь не не про пустоту но все равно уточню если здесь чувство пустоты нет здесь пустоты нету здесь пустоты нету здесь аркан солнца здесь пустоты нету но здесь как будто бы нету понимания активности до активности в голове нету ясности нету прозрачность и отсутствие понимания вот то что я и сказал да то что я ощутила отсутствие понимания что как что как хорошо почему почему здесь нету понимания почему здесь нету понимания знаете вот интересный такой аркан если вы внимательно посмотрите на эту семерку жезлов семерка жезлов у нас всегда говорит она что человек как-то закрывается закрывается почему человек закрывается потому что он не чувствует себя в безопасности посмотрите изображена девушка в позе эмбриона и лежит она на асфальте либо на кафеле и она для того чтобы ощутить вот эту безопасность и теплоту нарисовала маму видите здесь женщина нарисована вот руки и и до ноги и она легла как раз таки в область живота в позу эмбриона то есть я хочу как будто бы вернуться вот в это состояние безопасности когда я была как эмбрион в животе матери да потому что никто меня не может понять на никто не может понять никто не может дать какую-то безопасность что-то напоминает предыдущую позицию но здесь вот как-то по-другому все по-другому там не хватало веры а здесь вот как будто вы знаете какая-то усталость идет человек устал устал как-то что-то прям преодолевать что-то бороться бороться чем-то здесь знаете такое чувство что вы как будто бы утратили какой-то смысл смысл в чем-то вот действительно вы как будто бы уже не понимая отсюда вот это вот холодец в голове до либо это этот пудинг какой-то такой непонятный в голове это серая такая масса и отсутствие понимания да и поэтому я хочу вернуться в прошлое хочу вернуться туда где обо мне заботились где меня любили где все было понятно где все было предельно просто когда мне надо было поесть я плакала когда мне надо было меня поменять да я плакала когда хотела внимание я только плакала то есть единственный способ общения с мамой это вот через слезы да какая-то такая сигнальная система была коммуникация общение тогда было понятно сейчас непонятно поэтому я хочу вернуться в прошлое я хочу ощутить себя вот именно в этом состоянии комфорта, даже не столь безопасности, сколько, знаете, вот это вот состояние тишины. Тишины, когда в голове все ясно, нету ненужных мыслей, нету ничего такого непонятного, запутанного, когда все темно вокруг, и при этом тепло, тепло, тепло и о тебе позаботиться. Вот какое-то здесь такое состояние, я не могу сказать, что это вот пустота, это вот какое-то такое состояние, когда человек как-то утратил себя, утратил какие-то смыслы. Что за смысл вы здесь утратили? Давайте посмотрим. Рыцарь мечей, видите, Дали, да, Сальвадор Дали. А какие смыслы? Да вообще куда двигаться? Куда двигаться? Куда? Зачем? Вообще непонятно. Четверка жезлов. Я не хочу никуда двигаться, я хочу праздника души, я хочу какого-то веселья, я хочу дурачиться. Я хочу вернуться вот именно в это детство. Видите, здесь тоже опять же таки идет отображение детства. Кстати, выпадает на аркан солнца, что тоже изображено двое детей, либо два птенца, как начало, как рождение чего-либо. Я хочу вернуться вот в какое-то начало. В какое начало? В детство, в какую-то беззаботность, там, где не надо мыслить. Здесь проблема с мыслительным процессом, сложно что-то выбрать, потому что как будто, вы знаете, какая-то череда неудач, и я, руки здесь у человека, опустились руки. Вот в чем проблема, вот то, что он чувствует. Куда хотите? В какое время вернуться? Фрида Кало, Королева Жезлов. Хочу вернуться в тот период, где я чувствовала себя на коне, я чувствовала вот эту активность, любовь к жизни. Когда были силы, когда я могла преодолевать абсолютно любые трудности, сложности, я знала, как их решить. У меня была любовь к жизни. Вот пришли к тому, что проблема здесь заключается в том, что человек утратил не смысл жизни, а именно желание ее проживать. Вот какую-то, знаете, любовь к жизни, стремление к чему-то. То есть здесь человек именно утратил, утратил какую-то искру, вот эту вот искру жизни. Поэтому как будто бы идет откат во времени, в прошлое, в прошлое, в прошлое хочу вернуться. Мне не хватает этой искры, мне не хватает огонька, желания жить, радоваться. Здесь вот какие-то такие, но смысл жизни здесь не утратен, нет. Здесь вот просто сама жизнь, она в каком-то таком этапе вы находитесь, когда человек не... Кроме того, что он не знает, куда ему идти дальше, к чему стремиться. Он как будто бы, знаете, утратил понимание, что такое вообще жизнь, для чего она нужна. Возможно, сейчас, если бы я раскрывала карты, да, она бы показала то, что человек очень многое всего в жизни преодолевал, и очень были много трудностей, и когда-то было сил, их хватало на то, чтобы их как-то с ними встречаться, преодолевать, расти. А сейчас вот такое ощущение, что у человека какая-то бессмыслица. Вот все зря, вот все зря, все, что я делала зря. И, ну, это какой-то такой вот этап у вас сейчас. И поэтому здесь вот это вот чувство пустоты, что все зря. Дайте мне новый смысл, дайте мне желание, дайте мне желание жить, потому что здесь вот косвенно вот этот аркан про смерть говорит, вот этот аркан про смерть говорит, а это про рождение. То есть дайте мне смысл радоваться, дайте мне смысл жить. Ради чего? Для чего? Вот что мне нужно еще? Научите меня жить. Вот здесь какой-то такой, прям, знаете, крик души. научите меня жить, научите жить и радоваться, и получать удовольствие от этой жизни. Я не знаю как, и вы очень искренне в этом, вы действительно не знаете. И это не то, что кто-то может смеяться, что значит, ты не знаешь жить, ты живешь. Нет, не о такой жизни, а настоящей, вот о сути жизни. Вот что-то такое, здесь какие-то глобальные вопросы поднимаются, философские в некоторой степени. С кем бы вы хотели пройти вот эту пустыню своей жизни? Смотрите, я же говорю, здесь десятка кубков, здесь вот такое ощущение, что здесь возможно выбрали люди, которые утратили своих близких. Вот прям очень яркая такая энергия, что я теперь одна, и мой муж, моя жена умерли. Физическая смерть точка поставлена, и я не понимаю теперь, как она, причем, знаете, такие вот пары, которые много-много лет вместе жили, и прям недостаток физически ощущается другого человека, потому что, а как теперь жить без тебя? Вот здесь что-то, какой-то такой посыл идет. С кем пройти эту пустыню? Вот смотрите, десятка кубков. Мы видим сумасшедшего, да, который спит, и здесь идет вот солнце, свет, да, и он ощущает эту любовь. Мы видим сердечко, и мы видим фигуру женщины. Эта женщина, да, она находится в тонком плане. Почему? Потому что мы видим вот ее только такую форму. То есть во сне, во сне, что есть сон? Сон – это и есть жизнь, да, а жизнь – это и есть смерть, это и есть сон. То есть здесь вот по сути человек проживает именно во сне. Возможно, во сне вы видите того партнера, которого уже нет в жизни, или вы не можете. Ну, то есть он жив, но вы не можете быть вместе. То есть с кем пройти? С тем, кого вы видите во сне, да, с кем? Там вы любите, да, там как будто бы по-настоящему, и все так, как вы хотите, да, на тонком плане. То есть вас как будто бы разделяют планы. Здесь тонкий план, а здесь физический план. Закрывая глаза в своих каких-то фантазиях, мечтаниях, либо во сне, только там вы можете быть счастливы по-настоящему. И здесь может ответ быть на вопрос, с кем вы хотите пройти эту пустыню, именно с тем, кого вы видите в тонком плане. Это может быть вымышленный даже какой-то герой, это может быть… У вас вообще нету партнера, да, то есть никто не умирал, но нету партнера, но вы хотели бы, чтобы он был. И вот эта вот идея представления, да, о том, что есть где-то душа, да, с которой я могу быть счастлива, с которой я могу любить, быть любима, либо наоборот, любить, либо и то, и другое. Вот с представлением. Такая уникальная здесь, уникальная позиция с некой такой идеализацией, с кем вы можете пройти эту пустыню. То есть некая такая идеализация, как, понимаете, что-то такое манящее, что-то такое волшебное, магическое, что вас все время будет тянуть. То есть какая-то, это может быть даже какая-то идея, да, ради которой вы будете жить, стараться, стремиться. То есть это может быть даже и не любовная какая-то часть, а именно идея, идея самой любви, либо сама любовь, почему? Потому что есть сердечки между этими. Либо идея о второй половине, да, которая либо о высшем я, то есть здесь низшее я, здесь высшее я, о слиянии, что в какой-то момент, да, произойдет слияние, либо о желании. То есть вот что-то такое идеализированное, не в физическом плане, это то, что может вам помочь двигаться вперед, ощущать вот эту жизнь и любовь к жизни. Еще с кем вместе вы можете пройти эту пустыню? Ну, королева Пентакли, здесь уже физическое какое-то лицо, да, конкретно с кем? Это какая-то женщина, которая будет о вас заботиться. Это та женщина, которая действительно может подарить вам любовь, верная, преданная. Это может быть подруга, это может быть мама, это может быть тетя, это может быть женщина чуть старше вас, опытная, но это какое-то действительно физическое, реальное лицо. Кстати, здесь изображена Ленорман, Мария Ленорман. Вот. Так, как, как, как вы можете пройти эту пустыню? Как вы можете пройти эту пустыню? Ну, вот сюда его поставим, да, мужа, мужа Фрида Кало. Рецепт Жезлов. Как вы можете пойти в движении, с огоньком, да, с каким-то позитивом? Вот то, что я говорила, как с верой, с верой вам нужно какую-то идею себе здесь получить, создать, то есть во что-то поверить, потому что без этой веры вы не сможете двинуться дальше. Вот я говорила, очень позиция похожа на вторую, но только во второй позиции там была вера в себя, здесь вам не в себя, здесь вам нужно поверить в какую-то идею, то есть к чему-то стремиться, смысл, вот найти какой-то смысл. Здесь немножко другая вера, здесь смысл нужен, да, какой-то вот позитив, какая-то идея ради чего, не ради кого, а ради чего вы сможете, да, то есть как найти эту идею, еще как вы сможете пройти эту пустыню, аркан суда, а суд, ну, как, как, здесь через перерождение, через то, что, легко, да, сказать, переродиться, ну, вот, ну, вот именно так, через перерождение, не могу по-другому сказать, ну, для кого-то это может быть благодаря семье, но большинство, вот именно через перерождение, через желание жить, может даже в какой-то степени и насильственное, здесь еще и ощущение некой такой, знаете, депрессивного какого-то такого состояния, но не в плане, как мы любим говорить, да, у меня апатия, нету настроения, а действительно какая-то клиническая, какое-то заболевание, именно депрессия, это болезнь, это не то, что люди привыкли скрывать за состоянием без настроения, апатия, усталость, вялость, нет, это не депрессия, депрессия, это клиническое заболевание, здесь вот попахивает действительно именно клиникой и человек должен переродиться то есть действительно захотеть жить как как через перерождение через двойку кубка ведь через двойку кубков через либо любовь к себе либо через появление какого-то партнера вашей жизни либо реально через любовь то есть познать знаете как как идея хочу познать любовь неважно не условно не безусловно не важно любовь я хочу любить я хочу чувствовать это состояние то есть для вас важно понимать любовь ну либо через человека вашей жизни либо человека вашей жизни как через проживание любви через понимание что это такое как луна через ваше бессознательное погружение ваша здесь здесь очень много бессознательного очень много бессознательного до луна через то чтобы вот как-то здесь даже вам не надо разбираться с вашим бессознательным то есть не надо вот это гипноз регрессии вот этого не надо делать а здесь нужно как-то как-то погрузиться здесь какие-то глубокие сценарий какая-то глубокая травма идет ее нужно прожить и вот просто прожить здесь даже не про принятие а прожить вот позволит себе ощутить вот эти вот чувства особенно если есть физическая утрата здесь какая-то боль вот ее нужно прожить но желательно под наблюдением какого-то другого человека который бы сказал вам что знаете погружаешься в свои эмоции окей погружайся я буду но если я вижу что ты уже находишься народу на рубик рубиконе между жизнью и смертью и чтобы я тебя смогла вытащить могла протянуть руку помощи здесь действительно человеку важно вот это вот скорбь и вот это более что-то такое темное но то что я сказала видите пятерка железов надо бороться то есть нужно себе разрешить ощутить вот эти все эмоции переживания которые вас здесь накрывает но хочется сказать до поры до времени надо себе поставить какую-то какой-то дедлайн вот и после которого вы будете бороться то есть сказать я себе разрешает а не знаю ну месяц ну макс три месяца пострадать прожить по полной прям вот это вот более дать что кто здесь какие эмоции проживает а потом я поставлю на этом точку до перерожу перерождусь на произойдет должно произойти перерождение да вы должны родиться заново бороться за жизнь на пообещает себе что потом я буду жить я буду бороться я буду держаться зубами руками всем всем чем могу за эту жизнь и жить и и по полной здесь здесь какая-то особая ситуация вышла вот которые ранее я не не видела вот сколько знаете я делала раскладов на этом канале здесь какая-то определенная категория людей попалась в тройках я не сталкивалась с этой энергией вот впервые эта энергия у троек здесь не знаю что здесь за люди может быть это вообще какой-то маленький процент но честно говорю вот впервые столкнулась с такой энергией с такой энергией прям действительно может быть люди находятся вот именно в кровати на то есть действительно здесь есть клиника отказ от жизни и вот хочется прям знаете вытащить этого человека вырвать из зубов у смерти и сказать нет живи живи здесь очень может быть знаете как-то еще даже на состояние вот какой-то комы либо какой-то клинической смерти вот какие-то такие серьезные моменты либо человек при анимации находится вытаскивать его в жизнь потому что это важно то есть если бы я чувствовал что здесь энергия отпустить человека и пускай он там да не знаю доживает а сколько вот ему дни сколько ему прописано дыхание вдохов и выдохов пускай он их проживет и отпустить я бы сказал об этом но здесь энергия того что как будто вот побудь в этом состоянии столько сколько тебе хочется хочет себе пожалеть вот пожалей себя реально пожалей а потом мы с тобой будем бороться будем сражаться за эту жизнь на потому что вот такое вот не хочет сказать прям я тебя никуда не отпущу да ты должна жить вот здесь жизнь игре у меня прям машем брашки пекут по коже здесь какая-то такая особая энергия впервые от не склад сталкиваюсь руки холодные стали вот такой был расклад необычный может быть обычные не знаю благодарю еще раз галину за идеи которые она предлагает и вот здесь и на каналах и в telegram канале и вообще за активность в чатике в телеграме огромная благодарность и вас также благодарю за то что смотрите мой расклад за то что комментируете за то что ставить лайки и подумайте что я это забываю ни в коем случае я очень действительно благодарна это не слова ради того чтобы ну что-то сказать нет ни в коем случае когда я благодарю я благодарю всегда искренне потому что не будь вас не будет и канала да и не важно как я иногда эмоционирую очень прям сильно что-то говорю я человек я проживаю и я открыто всегда говорю о каких-то своих состояниях что мне не нравится что меня не удовлетворяет и это для меня это нормально для живого человека но это не означает что я аннулирую либо обесцениваю ваш вклад в мои каналы в ваше взаимодействие ни в коем случае никогда не обесцениваю и не как-то не аннуляю до ваш интеллект не хочу никого принизить унизить оскорбить я всегда про это говорю вот не всегда я могу понять что может быть мои слова могут кого-то ранить поэтому очень часто извиняюсь заранее потому что я не знаю кто как что воспримет никогда у меня нету вот этого какого-то знаете такого намерения причинить боль вот поэтому я вам всем благодарна что вы остаетесь со мной да невзирая на мои какие-то вот эти вот эмоциональные вспышки знаете очень напоминает какой-то такой любовную пару да когда женщина там начинает как-то капризничать что-то говорить мужчина так смотрит на нее ну ну пройдет я помолчу помолчу да пройдет она потом придет себя и мы опять заживем мирно и счастлива и в любви вот я какая-то женщина которая эмоционирует а вы в моем видении как этот мужчина который терпеливо ждет ну ничего пройдет до цикл такой эмоциональных и и перепада пройдет потом опять будет все хорошо да то есть я все равно тебя люблю вот здесь какое-то такое видение у меня появилась я вас благодарю за вашу любовь и уважение ко мне это все взаимно все прощаясь с вами до пятницы когда мы тоже посмотрим еще один расклад от галины про мои идеальных про моих идеальных собеседника да кто они что такое вот посмотрим обнимаю всех всем пока пока